Хигураши на Наку Корони 168 эпизод Ойш-сан посмотрит, можно ли попробовать операцию в 48 часов, и завтра мы узнаем ответ Томитаки-сан он в делах своих не сообщал, но думаю проверку Токано-сан уже начал Начальнику Сокосако остается нетерпеливо ждать в окружении врагов Оба очень рискуют Остается лишь молиться, чтобы они остались целы и невредимы И наконец Токано-сан Честно говоря, по-прежнему не до конца верится, чтобы она... Она-то и участвовала в таком страшном заговоре Скажет Рика-чан, что лапшу на уши вешала, охотно поверю Это, наверное, Кейджи, да? Потому, но не только хочется, чтобы Томитаки докопался до правды Токано-сан хоть и таинственная, холодом от ней немножко веет, но порой бывает поребячий шальна Я считаю ее одной из нас, деревенских Подозревать одной из своих, прямо скажу, неприятно Отчасти понимаю, какого-то Митаки-сану Мне зачем вести расследование, чтобы уличить ее как виновную Хочется, чтобы поскорее выявилась ее невиновность Потому что страсть, как тяжело человеку подозревать человека Может быть? А, а, что-то не было, не было так, что-то не было И, наверное, что-то не было? Я, что-то не было? В смысле, что-то не было? удастся узнать после вчерашнего разговора там и так и ощущал как некая громадная сила пришла в движение и она неумолимо подступала все ближе когда придвинется вплотную можно умывать руки и он то и дело проверял как там дела вот окей то есть как бы он запустил это то есть без него бы они этого не запустили бакуриотчо киорик трудно сказать что все значило однако точно верхушка ссо понял опасность заговора окружающего институты или если как утверждает рикачан цель заговора привести к выполнению руководства на случай чп противоборствующий лагерь постарается как-то его предотвратить мой запрос о проверке первый шаг к предотвращению следовательно субгенерал возглавляющий штаб работал на заговорщиков он силы попытался бы остановить расследование его поддержка означает что по крайней мере на штаба не враг да не вполне может быть генерал состоит во враждебном заговорческом лагере хотя это еще бабушка сказала что какая бабушка возможно старшие в нашем лагере попросту приказали ему так поступить тогда еще вероятнее что в лагере завоуговорщиков уже знают и готовится принять меры сколько мы успеем разведать в делах высоких чинов и ни черта не смыслю но чтоб и над штаба вмешался с разницы чистота кана сана или нет никого сомнения в том что нечто громадных масштабов окружающие институты ирия пришло в движение первый раз его увидел что это хотя бы значит и зачем его применять в реплики обычного человека а выражение сомнения в чем-либо делить шкуру не убитого медведя частично синоним ну короче это сами сомнения неизвестность конечно блин очень сомнительное решение чё покраснела экрана чё покраснела экрана ну да так помню мы обсуждали поначалу то ли я привык к этому побольше счастья ну тут прям резонула это совсем странное про совершенно не ненужное чего в японском даже близко не было то есть одно дело мы заменяем одну идиому в оригинале сказанную на аналогичную по смыслу в другом языке это типа нормальный способ перевода но когда мы просто вставляем место обычного слова произнесенного в оригинале идиому ни с того ни сего это вот блин тупо например если по смете на год необходим 1 миллион в апреле миллион поступает на счет и учреждение обходится им в течение года если умно распорядиться деньгами можно потратить за год 1900 а сотня останется тогда при составлении сметы на следующий год скажет раз в этом году вам хватило 900 больше вам ни к чему да кстати вот к сожалению это правда нас тоже в универе этому учили по какой-то причине в мозгах начальников считают что раз здесь вы умудрились экономить значит вам и следующий раз надо поставить сразу меньше эти лишние деньги не читают благом а считают но это обязанностью вашей поэтому тратьте деньги нам сразу говорили типа и еще желательно когда предоставляете смету всегда ее завышаете потому что вам ее всегда понесет ваш начальник будет чувствовать себя комфортно только когда какую-то херню впишет моя рука тут побывала я тут важный я тут главный как в меме так как у фирмы осталось 100 тысяч для получения нужной суммы достаточно выделить из казны 800 и в апреле нас счет поступит на 200 тысяч меньше прошло годнего миллиона в итоге как иные смышленые уже вероятно догадались чем больше оставляешь средства меньше тебе дают и тяжелее сводить концы с концами так что умный как раз потратить все средства до последние яны оттого некоторые хитроцы скупа распоряжаться деньгами весь год а в конце получив остаток в 100 тысяч ян подделывают их трату на деле же тяжком прячь их себе в сейф да то есть бессмысленная коррупция появляется из-за этого неуместная если то чтобы поощрить например не знаю там не то что премию выписывать ну как-то поощрить за здоровые экономия опять же никогда вы там экономите на материалах где в местах качественных закупаете говнище если все чисто все правильно и просто вы посмотрите потраты лучше провести за счетом манипуляции более удачных с логистикой этом с набором персонала не смысле что они там дебилов спрод а смысле чтобы распределить лучше часы их рабочие вот скажем так за работу такую менеджмент скуда отлично проведена типа премию назначить чтобы мотивировала лучше работать и меньше тратить а по итогу мотивирует на то чтобы больше тратить в пустую можно сказать а потом еще и коррупция да на этом возникает и в конце года докладываю что потратили ровно миллион благодаря чему на следующий год получают еще один миллион этом потраченные 100000 лежат себе в сейфе их называют тайным счетом или выражаясь простонарочно просторечно заначкой если обходится девятью стами тысячами каждый год ежегодно сейф будет выполняться очередной сотней и о деньгах знают лишь немногие посвященные так расхищают или присваиваются государственные средства даже в неоднократно помянутом проекте алфавита некоторые большие шишки прикарманивают огромные суммы мы пользуюсь данным незатейливым способом да да мир конечно типа план есть и не тонкая опять же за счет длинной бюрократической длинной системы не очень негибкая получается и типа люди в цепочках не заботятся о том чтобы все было чики-пуки их заботит только одно чтобы лично их ничего больше не касалось чтобы они поставили свою роспись и все было окей а не чтобы эффективность росла типа компании производства конкретные ячейки чего бы там не было к слову говорят что именно ради прожигания остатков под конец года кипят строительные работы здесь это лишь для остановимся на том что полученные средства требует получение средств требует попотеть вот ладно мы привели счастливый пример когда средства тратится не в полном объеме но бывает так что средств не хватает так как денег выделяют ровно столько сколько должно хватить на год излишков вроде привычных нам процентов начисляемых банков по срочному вкладу нет и быть не должно следовательно в отчетности расходы не могут превышать поступлений а если все-таки превышают значит откуда-то взялись лишние деньги помимо выделенных что говорит о наличии некой тайной заначки надо от видимо тот чемоданчик которая так она получала проверка еще идет на неувязки в отчетностях института или могут говорить как о первом случае так и о втором ладно еще если первое а мелочь воруют многие а вот если второе то как бы хвост не оказался хвостом громаднейшего удава иными словами как бы не казалось что институту ирия платит кто-то не отмеченной на бумаге если совсем разжевать вероятно что кто-то платит институту ирия для осуществления своих интересов томитаке приказал проверить возможен ли мятеж так она и я майну как она может участвовать заговоре за своих причин связанных с исследованием однако немысленно чтобы я майну поддержали есть сочувствие чтобы я майну продались нужно очень и очень и маленькие немалые деньги нельзя отрицать возможность что неувязки как раз их след Ну, так вот. Я понял, что он был в том, что он был в этом месте. Это очень интересный вопрос. В самом деле, он был создан в его учебнике, но... Я не знаю, что я не знаю. я для здесь связи с теплыми отношениями между только на сан и господина у кого из но это не была т.к. на сан и господина у меня есть Что это значит? ... ... ... ... ... ... я близко знал законоса однако никогда бы не заподозрил миллиарды роскошь она не купалась больше уж экономила в жизни бы не подумал что не целый миллиард есть впрочем для нее то не деньги то поддержка от дедового друга и она без сомнений берегла их до той поры когда без них станет не обойтись если бы новых директоров можно было подкупить она бы воспользовалась своими деньгами однако новый совет высмеял ее исследование поэтому так она сам махнула рукой на подкуп и пустила их в дело сейчас когда исследованию синдрома хинамизавы уготован конец с миллиардом возможно пожалуй покупку пить ямайну если же за ней кто-то стоит и того проще не сбывшиеся мечта деда размышляет устраивать есть впечатляющие похороны детский проще но восемь Jahren Продолжение следует... 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 Илья понял, что хочет сказать Орё. Я хотел вынудить её говорить без обидняков, но тогда как бы Орё не вспылила царственным гневом. Из её уст и этого хватит. Говоря про дамбовую войну, Орё имела в виду не только борьбу против плотины. Под ней она понимала и затянувшиеся гонения ходжи со стороны деревни. Она говорит, что с дамбовой войной покончено, как и с её пережитками, и просит присмотреть за Сатака. С громким по-молодому звучащим смехом Орё пошла во своей оси. Не только Илья провожала её взглядом, но и бывшие рядом деревенские старики, включая Кимиоша. И каждый из них понимал, что сказала Орё. Тамбовой войне давным-давно конец. Перебу лёвка в воздухе. В уме я дал себе слово. Не сомневаюсь. Стакано-сан замышляет зав таким образом осуществить проклятие. Нельзя ей позволить. К пятому проклятию Яши Росама не бывать. Ни за что. Своими силами провернуть предложенную ребятами операцию 48 часов Войши не смог бы. Ему требовалась хоть чья-то помощь. Позвав деда из отдела криминалистики, а также помогая детектив без утайки, всё было шоу. Касану не пенсия, а надбавки какой-то крупной. мне жаль я ухожу дает баф даже на расстоянии я хочу бороться с кейджем я хочу быть как бафа я хочу быть как бафа я хочу быть бафа но это, кстати, важно но это очень важно я сейчас хоронят себя лучший врач о здоровье не следила я не знаю Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ядко посмеивается на Заке, как она передала букет своей дочери, что он переводила взгляд с матери на детективы обратно, похоже, в замешательстве, как поступить. Хотят могилу, тот задал вопрос. Присев на кладочки перед могилой, Шон с привычным видом, развязал букет и поставил цветы в вазочку к японским колокольчикам. Кстати, а какое их дело? Шон в особенности, ну ладно. Вместе с белыми, вместе белые и голубые цветы смотрелись дивно. В их легких навевающих прохладу тонах ощущалось лето, рано вступающая в права. Ну ладно. Ам... собака ладно с почему не озвучили первую часть я реале у яку срут и кучу на хиро на и к десу айнику надо по идеях разговор обычная дань вежливости но как будто неуловимая мелочь не позволял так называть и тут у шейча крема сэнками шиши доме и гэмба кантоку но ясома кенген нонакадот дешо сону втарина дуще хана у сон айтик релиндосу сорио и на сарса не астатича хатаки дожи ээссо десу коння рова то никак мукацк жиджи дешта кара не а не цикл я таси миза учених еще критик я таси а то крема на боди и о джу энда на декады я тари что он срок давности еще не вышел показав язык что он спрятала за матерью наигранное смущение так Ты как только и не смотришь, Шион, ты как-то не смотришь, что ты здесь? Ну, ну, дам войну уже закончился, но... Ну, ну, по-любому, я не могу быть с гибким шумом, да? Хм... Что это? Ты не можешь уйти? Это закончил войну, да? Если вы не уйти, то есть ли ты на игре? Я не имею тебя в виду, да? окей допустим со и укута с ака она говорила как будто разъяснял сама сама очевидную вещь и все же раньше никак не удавалось понять они живут грызлись взаимный ненависть отвращения не могут привести к желанию положить цветы на могилу врага но когда вы что естественнейшее дело разные ваканы выше ценности от асси не а антана фоу гарри кай декинай не ватташи на накадила дам сенсор а ватта кота не натенда кедо антана атома на накаде в ада тсу и тареттенка мошакка чемпу оптимасу она создавший спикер на и мода атома на какара на рима райнат че у данжа на и без нара сана датите на хакома и листям ука си кота ваной дару а я просто забыл значит ора доки на доки на это символ саная мута китан да кана с такими словами ака она досталась пристной сумке небольшой сверток и положила на подножье могильного кашу на тсу и май мата кана кано мажетте на нока мяна на нанатсу он не баба токсейно ухи дис саке номи в амай но в Нигате даро калатс и сатону гида садси а сега сошка блин он сам дам кандок на мейноченому таби не охаки униги тату ошширен ма иташи не гидти сон айтира ю Да. Я всегда сказал, что я каждый год смотрела, но... Орео Ястребов, союза обороны Анигавчи И он считал ее истинной виновницей и билистерикана Уму непостижимо, что это ежегодно лепило Ахаки, дабы почтить его память Капец, конечно, реально чел про правила Одно из самых долгих правлений в истории Продолжение следует... 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 с улыбкой не уступающую безмятежности небу ака накивнула и вдруг лице приняла игривое выражение с улыбкой не Под бескрайним небом раскатился веселый смех бывших врагов. Ну да, решили засосать. А, где выясним реакцию с той стороны на расследование. Поидим, вот Акан разговаривал по телефону с женщиной. А, или нет. Акан разговаривал по телефону с женщиной. Акан разговаривал по телефону с женщиной. А, то есть это была ее личная инициатива? Акан разговаривал по телефону с женщиной. Акан разговаривал по телефону с женщиной. Если вы не хотите, чтобы вы не могли использовать все. Акан разговаривал по телефону с женщиной. С минуты я сидел с трубкой в руке, уйдя в себя. А затем, на секунду прижав рычаг, набрал номер успевший и прочность есть памяти. Из трубки палилась раздражающая электронная мелодия детской песенки. Где-то через минуту ожидания вновь послышался голос женщины-оператора. Акан разговаривал по телефону с женщиной. Я не могу сказать. А, безумия. Ай, типа она дозвониться не может. Ай, ну типа не вправе. С такими словами положила трубку, не дослушав ее учтивых пожеланий всего наилучшего Пять раз уже звоню Просила передать, чтобы он со мной связался, а звонка все нет и нет Почему? Что в одиночку пошел на фотоохоту? Или ждет меня там, где мы обычно встречались за храмом? Откуда открывается прекрасный вид на деревню? Чел занят И кто бы мог подумать, что я ведомая слабой надеждой проделываюсь всю дорогу до храма Сама себе удивляюсь Там полным ходом шла подготовка к завтрашнему фестивалю Устанавливались навесы для временных ларьков Готовились различные мероприятия Сейчас меня дико раздражали крики работающих людей и шум привезенных генераторов Сама не заметила, как ноги принесли меня за храм Пожалуй, лучшего вида во всем середине найдешь Ну и правда, ничего такой Так, там я и так часто встречаюсь с Джиросаном Может, он ждет меня там? Я же напрасно надеюсь Я же знал, что боги не исполняют желания Их племя лишь забавляется, испытывая людей Подставив порывистому ветру свои длинные волосы, я рассеянно созерцала деревню Обыкновенно посещая Хинаминзаву, он ходит за мной по пятам Нас несколько надоедливо приглашают поужинать вместе, погулять, пофотографировать Однако, теперь он словно и не он Че-че? Че я потерялся? А, в смысле, что? Типа его нету, и поэтому как бы... Он не он! Потому что его просто нет Кажется, будто его отношение ко мне изменилось Нет, может он изменился из-за слухов о том, как я, попытавшись объяснить новым директорам Упала в их глазах ниже некуда И на теперь окажусь ему одной из так называемых безумных ученых Чувствовалось, как его интерес ко мне убывает, словно морские воды в отлив Хотелось и поныть Он так настойчив, когда не надо И только как захочу излить душу, так до него не дозвонишься Но, предположим, я дозвонилась бы Что ему сказала бы? О чем говорила бы с ним? Едва закончу бы обсуждать планы его устранения Хотя бы задумалась об этом С чего я взяла, будто должен он отвечать такой сутки? В итоге выходит, что я творю в лихорадочном бреду, сама не знаю что И когда назад уже не повернешь, надеюсь, что кто-то мне что-то простит Ну, это типа нас подготавливают к тому, чтобы это... Помиловать, так она Ну, в госсоциум, типа он вообще Типа помиловать всех И лучшего дядюшку помиловать Ирину помиловать Ну и Сатака, само собой, помиловать И за этим ищу его Удобного человека, слушавшего любые мои речи Кого я могла позвать, когда бы не захотела Кто что-то простит женщине Которой некуда идти, кроме как в ад Он посочувствует мне и простит Так что получилось Вот еще Он ахнет и, помня, долгий арестует меня Я все-таки служу в силах самообороны, значит не скажу точно Но думаю, меня будут судить за государственную измену В течение нескольких дней я только и делаю, что размышляю о нем И вот поняла кое-что Нет у нее никакой мужской привлекательности Ни чувства юмора, ни вкуса в одежде Ничего, ничего, совершенно ничего Разве что пузо вот у него имеет Разве? Че-то как-то я дизайн этого не передавал никогда Да и он же блин, типа Наоборот вроде качок Скорее Ему наплевать на мои дела Он упорен, и когда я в хорошем настроении Ну это просто рюки ковшевские спрайты Там реально у всех пузои Вот именно что у всех Когда я в хорошем настроении добра с ним Он задирает нос больше, чем стоило бы Ну куда он годится-то Может быть В его-то годы рассказывают, что в последний раз держался с женщиной за руки в школьном лагере на народных танцах А ведь он рассказывал-то в надежде, что я посмеюсь, безнадежный человек Я не держался за женщин десять тысяч лет Но главное, чего я терпеть не могу, это, пожалуй, его полное нежелание учитывать мои чувства Даже я временами желаю побыть одна Временами бываю не в настроении А он, не глядя, что выражает мое лицо, вечно тащит меня за собой И потому, хоть устав, хоть не желая ничего делать Я иду с ним и невольно смеюсь Пускай я всегда считал, что это меня утомляет Только сейчас, когда хочется, чтобы он в последний раз, наверное, потаскал меня по кругу И его нет А правда ли мне не нравилось, когда он таскал меня за собой Вот он, вуман момент Уж не считала ли я его прямо-таки чрезмерные знаки внимания чем-то естественным, бесконечным Когда я была не в духе, он позвал меня на прогулку Я ведь сама не заметила, как дурное настроение сдуло И в конце концов развеселилась до того, что стала за ним потрудневать Будь он со мной сейчас, провел бы он меня, как всегда, фотографировать диких птиц Увлеченно рассказывая про всякие далекие мне штуки Пускай его речи ужасно скучны и не нужны Сейчас я искренне желал их слышать Не вижу ли я в нем всего... на всего замену дедушки Дед меня баловал, подарил мне цель в жизни А я и рада была Дедушка кризами меня баловал, помогал моей мечте стать явью А я и рада была Обоих дедушек не стало, и я, должно быть, хотел увидеть в нем их Не могу я, значит, без того, кто бы меня опекал Я, значит, все еще не оправилась от ранней утраты родителей Все еще не вышла из детства До той степени, что Ради душевного покоя нуждаюсь в ком-то, кто постоянно присматривал бы за мной Неблагой самоанализ Мой внутренний ребенок истерит из-за того, что не может собрать Игрушку орет, что если уж игрушке сожжено сломаться, то лучше он сам ее разобьет Последствия же станут не только моей проблемой Случится страшнейшая непоправимая катастрофа А иначе правоту деда не доказать И вот как далеко я зашла в своем убеждении Ни скольких дней не пройдет, как важнейшие люди в правительстве будут пристально изучать статьи деда И дрожат испуга перед предсказанным дедом худшим И раскаиваясь в том, как не предприняли должных мер и прервали наши исследования, одобрят окончательное решение В тот миг дедовой статьи станут истинной Заслуги его восстанут из пепла, и дедовое имя войдет в историю Нет И тогда он станет богом, обретет вечную жизнь Я же раскрою хинамизовский синдром, который называли Уящера Сама, и которому поклонялись как богу, и повергну этого бога на землю И создав пятое проклятие Уящера Сама, смертью Джиросана и своей смертью Переведу себя со стороны проклинаемых на сторону проклинающих И с положения испытываемые в положение испытывающие Я сделаюсь божеством Буду вершить проклятие по своему разумению И пинком согнав местное божество с престола, Сама на нем усядусь Ладно, ну я снова начала шизить И мы с дедом отныне боги навсегда обретем друг друга Богов не испытывают В судьбе они неподвластны Никакое несчастье больше не возлучит нас Я буду с дедушкой вечно И мы будем дружно заниматься исследованием в том самом кабинете с его запахом формалина Окей, ладно, это затягивается Я думал, прогулка такая, она типа момент такой А тут она решила навалиться по десятому разу, блин Флэшбэк Да Ей да